Анна Шамли только вернулась из Крыма. С приятными впечатлениями от поездки ветеран готовится к встрече гостей. Кто там? Анна Ивановна, это мы. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Мы к вам. Заходите, мои дорогие. Ребята, проходите. Давайте. Подвинемся. Мои родные, добрые, хорошие девчата. Расспросили, как дела, как здоровье. Вручили небольшой сувенир, поделку от детей с ограниченными возможностями здоровья. Осталось дождаться главного гостя, который должен подойти с минуты на минуту. И вот уже в нашем Когалы мы уже пять тружеников тыла получили по заказу, помощь свою. Теперь и до вас очередь дошла. Я не знаю, я думала, это была какая-то шутка. Подарок от благотворительного фонда «Память поколений» – это далеко не шутка. Слуховой аппарат нового поколения по специальному заказу из Москвы привезли в Когалым. В вашем городе я впервые, но, надеюсь, не в последний раз. Все зависит от работы волонтеров. Если будут приглашать, мы будем приезжать. Завтра меня ждет командировка в Ноябрьск, в соседний город. Там также ждет меня ветеран. И не так давно я был в Урае, тоже Ханты-Мансийский округ. Тоже оказывали такую поддержку техническими средствами. Да, все очень благодарны, рады всегда нас видеть и получать эти замечательные изделия. Специалисты из Москвы помогли настроить высокотехнологичное оборудование. Оно компенсирует потерю слуха от второй до четвертой степени. Я сейчас отойду, буду говорить слова. Все, что услышите, повторяйте. Хорошо. 34. 34. 42. 42. Бабушка, дедушка. Бабушка, дедушка. Теперь Анна Ивановна услышит даже шепот. Женщина может спокойно, без помощи посторонних, общаться с друзьями и близкими, смотреть телевизор. Я так благодарю. Это очень удобно и хорошо. И хорошая слышимость. И я такая довольная, что принесли мне аппарат. Спасибо большое. И заходите ко мне. В гости ко мне заходите. Проведайте бабушку. Волонтеры и благотворители обязательно вернутся. Это далеко не последняя заявка от коголымских волонтеров. Медицинская кровать, инвалидная коляска, гигиенические средства. Труженики тыла, которые ныне проживают в Коголыме, уже неоднократно получали помощь от благотворителей в этом году. Акция «Красная гвоздика» продолжается. Юлиана Сотник, Николай Горкуша. Специально для новостей. Сотник, Николай Горкуша. Продолжение следует...